С вами Василиса Воровец и немного фактов из мировых чартов. Уникальное время. В этом году троица лучших гастролерш обещает поехать в тур. Интересно, что тематика концертов поп-королевы, сонграйтерши и повелительницы кредитных карточек очень схожа. Так, Мадонна посвящает свой тур 40-летию карьеры и сообщает, что будут представлены песни всех ее эпох. Taylor Swift называет предстоящие турнеры Ares, что указывает на то, что будут объединены все ее музыкальные эры. Бьонса в Ренессансе не только отдает дань культовым исполнителям хаос-музыки, но и переосмысливает всю свою сольную карьеру, в том числе примеряя образы из разных периодов своего творчества. Элтон Джон откатал один из самых прибыльных туров прошлого года. Роллинги дали 20 концертов в 2022 году. Фил Коллинз с Дженейзе сейчас в туре. Продолжают выступать Роберт План, Игги Поп, Пол Маккартни и Боб Дилан. Долли Партон озвучила, с кем будут коллаборации в предстоящем альбоме Rockstar. Шер, Пол Маккартни, Майли Сайрус, Пинк, Элтон Джон, Стиви Никс. Смайли певица запишет ремикс на рок-н-бол в рок-стиле. Релиз нового сингла Рассалия «Lay Like You Love Me», который уже стал хитом в TikTok, состоялся 27 января. Billboard опубликовал список лучших выступлений в истории Super Bowl. В первую пятерку вошли «Принц» 2007 год, «YouTube» 2002 год, «Доктор Дре» именем Snoop Dogg 2022 год, «Мадонна» 2012 год, «Брюс Спрингстин» и «Стритбенд» 2009 год. Пока хейтеры в агонии и от безвыходности обвиняют Майли Сайрус на крутке прослушиваний, певица преуспевает и по чистым продажам. Flavus стремится к самым высоким чистым недельным продажам за этот и за предыдущий год. Помимо уничтожения Spotify, где Flavus преодолел порог в 100 миллионов прослушиваний, Майли Сайрус на данный момент возглавляет Apple Music свыше 70 стран. Песни также набирают обороты в TikTok. Выходит огромное количество новых видео за короткий промежуток. Стоит отметить, что для всех этих показателей певице не понадобился ни один ремикс. Майли Сайрус возглавила комбинированный рейтинг артистов, обойдя Bad Bunny. Это означает, что Майли Сайрус на данный момент самый популярный артист во всем мире по всем показателям в чартах. Культовый альбом Taylor Swift Midnight обошел ум Верана Синти Bad Bunny 3,5 миллиона и стал самым продаваемым альбомом в США за 2022 год. Альбомная композиция Леди Гаги из легендарного альбома Born This Way Американа получила наибольший стриминговый день за все время с более чем 100 тысячами прослушиваний. Стоит отметить, что уже длительное время трек получает больше прослушиваний, чем главный хит-сингл Августа Stupid Love 53 тысячи. По данным сервиса Spotify, прослушивание песни Never Let's Me Down Again от Depeche Mode увеличилось на 520% после того, как она прозвучала в Сиале «Одни из нас». Согласно чарт-метрик, в настоящее время Шакира занимает второе место среди самых влиятельных артистов в мире по стримам, продажам, социальных сетям и общей производительности в интернете. Она близка к тому, чтобы сместить The Weeknd и стать самым популярным артистом во всем мире, и это спустя 30 лет карьеры. Инстасанка в мировом комбинированном рейтинге артистов превзошла южнокорейский бойсбенд BTS. Таким образом, Дарья Затеева на данный момент популярнее во всем мире, чем BTS, Сия, Билли Айлиш, Доджо Кэт, Ники Минаж, Мадонна и многие другие, а также являются самой популярной исполнительницей в России и странах СНГ. Максим Фадеев изобновляет работу компании Malpha. В личном телеграм-канале продюсер объявил конкурс на новую аранжировку легендарной композиции «Мало тебя» группы «Серебро», а также анонсировал возобновление работы лейбла Malpha на музыкальном рынке. Напомним, последние несколько лет среди артистов лейбла числятся лишь сольный проект самого Максима Фадеева. На сегодня это все новости. С вами была Василиса Воробец. Увидимся на следующей неделе.